Задача Задача И определим положение Проекции И с точки К Опустим перпендикуляр А затем найдем еще натуральную величину Этого перпендикуляра Проведя новую плоскость проекции Перпендикулярно На полученной проекции линий Ну и приступаем Проводим новую плоскость Проекции так Чтобы она была параллельна На проекции А1 Для этого я Скопирую И поставлю ее Вот здесь Ну у нас Это мы обозначали Красным Поэтому и обозначим красным Значит у нас Останется что Плоскость проекции У нас была П1 Она и останется Мы Отсюда Убираем Плоскость проекции Какую? Убираем П2 Поэтому эти расстояния Мы будем измерять До Проекции Точек С Плоскости П2 Немножко Удлиним Линию Пересечения Так Значит П1 остается А вместо П2 У нас появится Плоскость П3 То есть Вот так вот Обозначим ее Вот тут П3 И П1 Не будет Все точки Будут находиться На Линия Связи Которая Проходит Перпендикулярно То есть Это Одна Точка Принадлежащая Проекции 1 Вторая Точка Принадлежащая Проекции И Третья Это От точки К Значит Перенесем ее Поставим сюда В точке К Ну и Продлим ее Соответственно До Оси Так Теперь Нам необходимо Измерить Расстояние Какие Будут Вот Здесь Первая Левая Точка Это Расстояние 4 мм Правая Точка Это Это Расстояние 47 Ну и Точка К Это 4 мм Мы Можем Измерение Провести От Горизонтальной Прямой Проведенной Через Нижнюю Точку И Тем самым Координаты У Точки Соответственно Левой Уменьшится На 4 мм У Точки Тоже Ну а здесь Останется 43 мм Так мы и сделаем Значит Точка Точка Левая Тогда Будет У нас Находиться Вот Здесь Ну а Точка Правая Будет Находиться На расстоянии 43 мм На Продолжение Этой Линии 43 Обозначим Точку Соединим То Что У нас Получилось И Мы И И Мы Имеем Здесь Проекцию Отрезка Это Проекция Отрезка У нас Будет Называться А3 Дальше Опустим Перпендикуляр Из точки К Ну нам Надо здесь Еще тогда Обозначить Что это будет У нас К3 Опустим Перпендикуляр Из точки К Вот Он Это Собственно Говоря То Расстояние Которое Мы С Вами Ищем Но Нас Интересует Не Просто Проекция Интересует Еще Непосредственно Сама Натуральная Величина Давайте Мы Найдем Проекцию На Новой Плоскости Проекции Которую Проведем Перпендикулярно Вот здесь Нашей Проекции А3 Для этого Опять же Проведем Перпендикулярно Вот Таким Вот образом И Разместим Вот Так Немножко Немножко Можно Растянуть Теперь Ищем И Обозначим Сначала Что у нас Останется П3 У нас Осталось П4 Появилось Расстояние Значит Мы берем Вот эти Теперь Отложим Расстояние Расстояние Измерим их То что нам надо Откладывать Ну Расстояние От левого и правого края Отрезка Одинаковые 12 мм А расстояние От точки До Оси До Оси 24 мм Поэтому Проведем Здесь Отрезок Вначале Проведем Построим 12 мм Это будет Продолжением Этого И Здесь Отметим Положение Точки Здесь Будет Находиться У нас Точка А То есть Наша Будет Проецироваться Прямая В Точку Дальше Точка К Где будет Находиться Для этого Необходимо Провести Линию Связи Перпендикулярно Оси Провели И Затем Отложить Расстояние 24 мм Вот Здесь В этом месте Будет Находиться Точка К А Но она Уже будет У нас Называться К 4 Соединяем Полученную Точку С Точкой А И Получаем Натуральную Величину Расстояния Можем Измерить Расстояние От Точки К До Прямой А Составляет 28 мм Задача Решена 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 Решена